Схватил меня за кофту и нанёс один удар ножом в область левой лопатки. Я развернулась, ударила его, развернулась к нему лицом, увидела нож. Пострадавшая девушка, назовём её Анна, не хочет показывать своего лица. Страх ещё не отпустил. А вот накатил он лишь после случившегося. Непосредственно в момент нападения будто сработал инстинкт самосохранения. Курткой я своё лицо закрыла. Он мне эту куртку вырвал. Я начала руками лицо закрывать. Он мне уколол в область живота ножом. На него прыгнула моя собака. Спасла и реакция собаки, и реакция хозяйки, считает сама Анна. Было очевидно, что нападавший просто не ожидал такого рьяного сопротивления от жертвы. Сама же девушка далеко не сразу заметила, насколько сильно пострадала. Дома я находилась минут 40, наверное, ещё не понимала, что произошло. Я думала, что он мне серьёзных повреждений не причинил. Как оказалось, что насквозь проткнуло, то потом уже близкие заметили и вызвали скорую. Пострадавшую с двумя ножевыми ранениями отправили сразу на операционный стол в больнице. Анна и узнала, что она уже вторая жертва ненавистника дам с собаками у озера Комсомольское. Первая пострадавшая тоже чудом осталась жива. При этом в обоих случаях нападение вооружённого ножом мужчины в чёрном. Будто избирательно и совсем не случайно, рассказывает Анна. Моя неагрессивная собака, которая, в принципе, приучена не кусаться, она всё равно на него прыгнула. Наверное, я так думаю, что этот человек знал и меня, и мою собаку, и о том, что моя собака абсолютно безопасна в социуме. В настоящее время сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения, устанавливают очевидцев происшествия. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Одно из самых распространённых предположений происходящего у местных жителей на сегодня, неизвестный решил бороться с собаководами, гуляющими в парке. И если когда-то некто разбрасывал здесь отраву для собак, то сегодня переключились с ножом на хозяев, начиная со слабого пола. Но это лишь одна из версий. Ненормальный. Ну что не нравится-то? А где собаку-то гулять ещё? Только заболевший человек. Нормальный человек этого делать не будет. Те, кто на учёте состоит, надо как-то проверять. Ну, адекватный человек так уж делать не будет. Сейчас на аллеях парка зловещая пустота. Но не потому что ливень. Для собаки нет плохой погоды. Выгуливают и в снег, и в дождь. Просто, как удалось выяснить, в последнее время собаководы стараются выгуливаться группами. И в определённые часы. А ещё стараются быть особенно внимательными, не исключая возможности самостоятельно вычислить и изловить неадеквата. Ведь на ловца порой не только зверь бежит.